Народ, здорово! Это видео про обесценивание себя, про, опять же, про нелюбовь к себе, про неуверенность, про низкую самооценку, про излишнюю самокритику. То есть, это вот какие-то мысли, которые пришли, а я решил с вами ими поделиться. То есть, история следующая, что я тот человек, который постоянно продолжает обесценивать себя. Сейчас это стало намного меньше, то есть, раньше это было вообще тотально. То есть, когда у меня что-то не получалось, я сразу же начинал себя очмырить, там, и так далее. Прям вот, прям вот тут слов на себя не жалел, что такой я, блядь, мудак, тупой, неспособный, бездарный, там, невезучий и так далее. Но когда у меня что-то получалось в редкие моменты, причем, чем больше ты себя хуесосишь и программируешь, тем больше оно потом не получается. И даже если ты получаешь, ты все равно акцент внутри своей головы делаешь на какие-то негативные вещи, и ты ее обесцениваешь. Вот. Но когда у меня что-то получалось, я... получается, что я себя не хвалил. То есть, тут у меня на себя слов не находилось. Тут я говорил, ну и да, ну и что. То есть, или все равно это какая-то херня. То есть, мог сделать лучше и так далее. Вот. И я знаю, что очень многим такие проблемы близки и знакомы, особенно тем, кто смотрит мой канал. И тут история такая, что, допустим, как это проходит у нас, ну, происходит у нас на тренинге, да. То есть, я уже сто раз говорил, что мой тренинг, хотя он и про женщин, по большому счету, женщины в нем являются только инструментом. Потому что я, глядя на то, как вы взаимодействуете с девушками, понимаю, какие у вас вообще проблемы, и ряд из которых я все-таки могу помочь вам решить в меру своих сил. То есть, там происходит такая картина, да, что когда вы подходите, и девушка отказывает вам, и так страшно вас колбасит. То есть, она говорит, нет, там, не знаю, там, я не знакомлюсь, там, не хочу с тобой общаться, не дай бог, если она скажет, я не понимаю вкусе, это вообще пиздец. Вот. Тут у вас красноречие, в кавычках, на себя хватает. Там, это опять же происходит в самом начале. Потом мы все это в людях переделываем, причем за достаточно короткое время. То есть, вы начинаете говорить, блин, вот я мудак, меня слили, опять я сделал что-то не так, я плохой, я кривой и так далее. Но когда девушки реагируют хорошо, то, ну, кто-то есть отдельные типажи которые ура бля типа я такой девушки телефон взял она еще и сама написала вот а есть те кто такие типа ну да ну как бы да типа да это она просто такая добрая попалась то есть это не я как будто бы заслуга не моя до заслуга девушки заслуга обстоятельности это она попалась такая добрая ты там легко было вот да мне кажется она сама хотела с кем-то познакомиться и тогда то есть эти люди себя обесценивают это очень сильно видно вот и вообще про это вспомнил потому что сейчас я сам свои тараканы в этом плане очень сильно очень много проработал грубо говоря 85 процентов своих тараканов в том числе там по обесцениванию себя я сейчас проработал и продолжаю прорабатывать я делаю для этого какие-то практики пусть не так часто не так много но они действующие рабочие и получается но все равно нет нет у меня где-то вылазит какие-то моменты из прошлой жизни которые напоминают что блин я по-прежнему себя обесценим и типа такая история что недавно это опять вылезло а когда ты с этим пытаешься что-то делать когда ты с этим борешься воюешь уже достаточно давно и у тебя есть первые успехи уже не первые успехи сильнее наверное даже болезненно когда все-таки ты ловишься на мысли что еще немного этого дерьма во мне осталось да еще немного этого говна ведь во мне сидит я не хочу с этим уже не хочу с этим мириться как я это понимаю тут даже не то что типа я что-то сделал и забыл почувствовать себя хорошо грубо говоря там ли забыл себя мысленно или вербально словесно похвалить или вот именно ощущение потому что но тут как когда вы себя не любите или не хвалите тут очень много чего надо сделать и в первое время вам придется заставлять себя вербально или мысленно заставлять и направлять мысли в ту сторону когда вы себя хвалите и говорите себе чтобы молодец и вы не будете себя так чувствовать у вас будет колбасить внутри но вы должны стиснуть живу говорить нет я все равно молодец я классный я я крутой я сделал посмотри похвали себя ты красавчик и так далее то есть я писал об этом в своей книге мк-1 про таксисты который себя хвалил это был для меня удивительный пример почему я это то есть тут получается я не то чтобы забыл себя за что-то похвалить а просто недавно я в инстаграме там в общем увидел одного своего знакомого старого которого давно не видел что-то я не был у него подписано тут подписался и при всей любви и уважении к нему то есть и причем таких у меня несколько человек то есть которых я знаю эти люди особо ничем не выдающиеся то есть ничего такого вот они грандиозного не сделали да то есть вот я говорю про этого человека потом допустим пусть будет там не знаю какой-нибудь ваня пусть его зовут и вася этот вася там сделал какое-то мероприятие или что-то там какой-то открыл там какой-то типа бизнес ну или какое-то подобие бизнеса ну то есть то что он даже и ну насколько я осведомлен на его судьбе то есть потому что ему очень сильно помогают родители и что-то еще ну я думаю вряд ли сильно есть его заслуга в этом да и второй момент что ну ничего сверхъестественного то есть человек не сделал но я увидел его реакцию на это то есть как он про это рассказывает в своем инстаграме то есть как он охуевает от собственные собственного величия от собственного вот какой-то собственной крутости и то есть когда человек об этом говорит во первых он не стесняется говорить об этом на публику да потому что для кого-то ну я не знаю то есть как бы например у меня давным-давно был пример когда я взял и переехал в москву я взял собрал свои бабулы клетчатый сел в поезд и поехал я не считал это каким-то супер достижением да и это действительно не достижение люди тут много миллиардные бизнеса строят не знаю там становится чемпионами мира и так далее но есть например люди которые там переехав в москву они так от себя кайфуют я такой сука сделал величайший блять же с своей жизни просто собрал баул блять переехал снял квартиру в бутово в каком-нибудь не знаю блять в первого втроем с пацанами устроился на работу не знаю блять в евросеть то есть не суть но они себя при этом так любят так кайфуют от этого они считают это сука таким подвигом они реально когда они об этом рассказывают также как этот вася недавно про свой этот поступок я реально вижу как они верят в то что они считают себя охуенным как они действительно чувствуют вот это вот ощущение что блять какой же я пизда ты ты всех распирает прямо из них идет энергия и у меня срабатывает у меня у самого здесь сработала психологическая прогрессия потому заговаривать психологическая проекция ничего там все уже переплавился на солнце пора домой вот и как бы хотя кстати когда ты смотришь этот видос я выложу его в позже да то есть и я уже в это время в москве или в питере где-то вот здесь у меня работает это психологической проекте я начинаю злиться я себя ловлю на том что я начинаю злиться на этого человека потому что он реально как я вижу я это прям чувствую сука он ощущает себя крутым сделав какую-то малость и тут же я начинаю вспоминать все свои какие-то косяки и моменты вернее не косяки а все моменты где я реально проявил себя очень круто повел себя по-мужски решил какие-то прям серьезные проблемы там в жизни своей или там помог своим родственникам или близким и сука не то что забыл в себя похвалить я даже не подумал о том что блять а я же реально молодец то есть и вот это вот боль которая родилась во мне после этого она по сути стала причиной этого видео то есть я опять вспомнил о том что я много где себя все еще не до оцениваю и забываю себя хвалить и обесцениваю себя понимаете какая фигня пусть и поэтому я решил что вам сказать что я также ребят как и вы во многих вещах еще пока что забываю себя похвалить обесцениваю себя а это очень важно очень важно хвалить себя постоянно причем чувствовать себя так что вы крутые поэтому если у кого-то есть такая боль я вас очень сильно понимаю но от себя могу сказать следующее что я все равно в этом направлении сильно продвинулся потому что я занимаюсь скажем и тренингами и лечением себя там последние до 15 лет и тренингами около 12 лет и здесь я все равно могу вам в этом плане помочь то есть и когда вы приходите ко мне на тренинг практика например то есть там происходит то что я с помощью еще раз помощью вашего общения женщины вижу где у вас вообще затыки и всплывают все ваши тараканы все ваши косяки все ваши негативные программы это позволяет не увидеть их да и дать вам какие-то рекомендации потому что с ними делать доделать придется но вам хотя бы нужно получить правильные рекомендации ребята сделать придется до хера то есть да тут периодически приходится снимать видео ну такие с какими-то названиями сериями как поднять самооценку 20 пунктов там 10 пунктов там любви все это все хуйня ребят то есть падая потому что это огромнейший труд то есть так получилось что в детстве когда вы родились вы попали в такую среду ваши родители с вами так обращались ваши родители относились между собой друг другу так ваши друзья или что то то есть так получилось что вас прошили вот немножечко не в ту сторону то есть многих из нас большинство из вас из нас не научили любить мы не умеем любить даже сами себя понимаете какая херня и здесь реально нужно сделать огромную колоссальную работу если вам это надоело себя не любить себя недооценивать себя обесценивать себя не хвалить то здесь реально нужно сделать огромное количество огромной работы и не факт что выстрелит та или ина или третья но надо пробовать как бы мораль такая то есть почему я допустим говорю что эти вопросы мы решаем на моем тренинге практика казалось бы что он вроде бы про девок он нифига не про девок девки это как побочные эффекты что-нибудь в любом получше появится у тебя в жизни это неизбежно поэтому я тебя приглашаю прежде чем я продолжу есть еще что тебе сказать ребят важная информация по поводу тренинга практика надоел сидеть дома решил посидеть в машине значит смотрите история следующая то есть если вы хотите сейчас забронировать себе место на практику значит вам важно услышать следующее то есть у нас сейчас есть одна уже готовая полностью собранная группа которая мы ее перенесли с начала апреля и она ждет того момента когда собственно говоря нас всех оставит эта проблема которая сейчас есть то есть когда можно будет проводить тренинг все мы рассчитываем что это произойдет самое ближайшее время вот но помимо этого поток желающих сейчас несмотря на происходящее событие возрос и люди заранее звонят и говорят я хочу забронировать следующее место следующее место то есть с этим мы сейчас активно собираем еще одну вторую группу то есть у нас получается что уже на 40 процентов собрана вторая группа то есть мы хотим по окончанию этого карантина который ну все-таки мы надеемся наступит раньше чем позже да то есть соответственно в ближайшее время как только нас всех отглючит как только все займутся обычной жизнью мы проведем сразу два потока тренинга практика в москве да то есть там буквально интервал будет в неделю то есть сначала одну группу на полностью скажем так отработаем потом на через неделю будет сразу сразу вторая группа и поэтому у тебя сейчас есть отличная возможность заранее забронировать место почему ты должен заранее это сделать если у есть к этому интерес если ты хочешь ну и надеемся что лето у нас все-таки пройдет в обычном режиме да если ты хочешь это лето не просрать и в принципе уже поменять свою жизнь найти себе любимую женщину то значит есть момент какой что две группы мы соберем и набор закроем пока еще места во вторую группу есть и и следующий момент что значит я обещал что буду уходить из полей но поскольку мы перенесли ребят то есть ближайшие две группы точно это вот который мы собрали которая ждет своего часа и который мы собираем еще дополнительно я буду в полях ребята вместе с вами и можно сказать что это уже последняя возможность но я с удовольствием все-таки отработаю эти тренинги именно рука об руку с вами рядом с вами то есть мы будем делать вместе все ваши задания это очень важно и это очень ценно плюс также после того как все уляжется мы вынуждены поднимать цены потому что сейчас история с тем что дорожать будет все наверное это так ну вот и поэтому еще раз резюмируем две группы я проведу в полях одна собранная ждет ребята те кто ждут этой группы как только все отглючит сразу же мы ее проводим то есть самое ближайшее время набираем еще одну сейчас и уже половина почти собрана бронируйте место заранее будет повышаться цена плюс я буду ближайшие две группы в полях все ссылки для записи все вопросы вы можете задать здесь под этим видео заходите на сайт и собственно говоря с вами свяжутся и все расскажет почему вопрос женщин все равно сильно может подвинуть вашу вот ваш вопрос с недооцениваем себя и так далее потому что женщина природа изначально биологически в них больше любви они умеют любить уже при рождении и когда я смотрю на свою любимую я вижу как она радуется птичкам которые свели гнездо возле нашего дома там она радуется какой-то не знаю там блять она радуется всему то есть это же есть любовь любовь это и есть радость радость это и есть любовь она говорит о круто там солнышко о тепло там о не знаю там мы купили там классную новую зубную щетку то есть блять мы купили просто тарелку для дома я не знаю то есть и когда вы взаимодействуете с женщинами когда вы придете ко мне на тренинг практика вы начнете с этими девушками там взаимодействовать какие-то из них будут на вас реагировать не совсем положительно да и это реально боль это боль но я помогу вам эту боль преодолеть потому что остальные и чем больше вы практикуете рядом со мной остальные будут на вас реагировать максимально классные круто ребят и чем больше не то есть вот эти женщины в которых уже есть любовь в которой многие из них на вам надо поучиться у многих из них есть женщина с низкой самооценкой очень много но те которые себя любят вам реально есть чему получиться и когда рядом с вами будет такая девушка или такие девушки когда вы ими себя окружите это очень сильно плод благотворное полезно сработает то есть это научит вас любить себя в том числе то есть вы увидите как можно к себе относиться передаст вам заразит вас этой любовью если хотите я не знаю как это сказать а так ребят то есть огромное количество упражнений то есть и практик и того что нужно сделать и счетчик которым вы щелкаете и хвалите себя там допустим 300 раз в день и медитации какие-то да то есть и какие-то дела которые вы делаете на обязательно обязаны себя хвалить то есть как родить эту любовь к себе как перестать себя обесценивать ребят сначала придется через боль усилим воли потому что вы будете себя хвалить а внутри не будете этого чувствовать что вы пиздатый никто не знает какой способ у вас сработает но еще раз если вас запрограммировали так в детстве это не значит что вы всю жизнь обречены с этим жить вы можете с этим что-то сделать высоко обязаны с этим что-то сделать иначе вы не будете никогда чувствовать себя счастливым человек то есть я делал по огромное количество вещей я там даже по утрам делал массаж своих пальчиков своих кистей массаж лица перед зеркалом говоря себе какое классный как блять я делал даже как тёлки я я копировал у них какое-то поведение и за я пытался через поведение внедрить это себе в башку то есть куда-то не в голову а в душу в сердце не знаю то есть вопрос обесценивания ребята нужно решать всеми способами я писал себе оду вместе с психотерапевтом мы загружали там то есть я оградил себя от тех людей в компании которых я чувствовал себя херово то есть который меня там как-то подстёбывали и так далее здесь очень много чего нужно сделать ребят но это комплекс это большая гигантская работа еще раз я искренне желаю чтобы каждый из вас рано или поздно нашел любовь к себе начал себя хвалить любить ценить по-настоящему не обесценивать и всех вас для этого в том числе потому что возможно что этот вариант сработает возможно что нет но надо искать и надо пробовать все если у вас запрос низкая самооценка нелюбовь к себе и обесценивание себя то есть в вероятность что сработает тренинг практика на который я тебя приглашаю ссылка под этим видео записывайся бронируем места заранее это практически последняя возможность поприсутствовать вместе со мной в полях я искренне желаю тебе любви и любви к самому себе в первую очередь